Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области смотрите в информационном выпуске. Атом Транс лидер в конкурсе по охране труда. Итак, мы переходим к следующему, третьему туру нашей викторины. Итоги недели детской книги. Сводка криминальной обстановки в городе. Я не могу сказать, что это какое-то хобби, это образ жизни. Десногорцы – победители конкурсов по силовому троеборью. А теперь об этих и других событиях подробнее. Ежегодно среди предприятий Десногорска проводится смотр-конкурс на лучшее состояние условий охраны труда. О победителе мы расскажем в нашем первом сюжете. Акционерное общество «Атом Транс» признано лучшим среди предприятий численностью до 500 человек. По итогам 2016 года наша организация заняла первое место в городском смотре конкурсе на лучшее состояние охраны труда в организациях, предприятиях и учреждениях города Десногорска. По условиям конкурса был проведен анализ состояния охраны труда, обеспечение СИЗ, санитарно-гигиенические условия, проведение специальной оценки условий труда, анализ травматизма, а также проведение обучения и проверки знаний наших работников. На нашем предприятии работает 289 человек. Весь персонал, кому по законодательству Российской Федерации полагается выдача СИЗ, обеспеченным на 100%. В «Атом Транс» на всех рабочих местах проведена спецоценка условий труда. Это 319 рабочих мест. На тех рабочих местах, где выявлены вредные и опасные условия труда, работникам производится выплата, компенсация – это 4% оклада. Также во всех цехах нашего предприятия оборудованы раздевалки, душевые кабины, установлены раковины, имеется комната личной гигиены для женщин. Ежегодно проводится производственный контроль. Все работники нашего предприятия проходят первичные и периодические медосмотры. Наши водители проходят предрейсовые и послерейсовые медосмотры. По итогам 2016 года на нашем предприятии не зарегистрированы случаи травматизма. Все работники обучены по охране труда и проходят проверку знаний в комиссии нашего предприятия. С 2007 года на нашем предприятии действует коллективный договор. Последний раз он переутверждался в 2014 году. С сентября 2016 года у нас введено новое положение по системе управления охраной труда. В 2011 году нашему предприятию был выдан сертификат доверия работодателю. В октябре 2016 года наша организация приняла участие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» на региональном этапе, где мы заняли первое место в номинации за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости производственной сферы. По итогам 2015 года наш уполномоченный по охране труда Чапурной Геннадий Михайлович занял третье место в городском смотре конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда». Также его документы были поданы на областной усмотр конкурса, где он занял первое место. А в 2016 году, по итогам, а также, наш уполномоченный Остриков Юрий Леонидович занял второе место в городском смотре конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда». Главной целью проведения Дня охраны труда является распространение передового опыта лучших предприятий и организаций по улучшению условий труда работников. Взрыв бытового газа прогремел в Смоленске в конце рабочего дня 7 апреля. Происшествие случилось на первом этаже трехэтажного дома по улице Крупской. Мужчина самостоятельно пытался монтировать газовую плиту, в результате чего и произошел взрыв по типу хлопок. Несущие конструкции здания не пострадали, однако все окна были выбиты. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего. Работают специализированные службы. На водоемах Смоленской области с 9 апреля открыли сезон навигации. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам регионального главного управления МЧС России напоминают, плавать на маломерных судах можно только с момента открытия и до закрытия навигации в судоходных водоемах, а на несудоходных после спада паводковых вод до ледостава. При этом использовать водные и транспортные средства можно только после их регистрации и технического освидетельствования. 8 апреля проверить свой уровень грамотности в тотальном диктанте пришли как взрослые, так и дети. В Смоленске принять участие мог любой желающий. Для этого в городе было организовано две площадки – в библиотеке имени Твардовского и в Смоленском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По окончании диктанта всем участникам было выдано свидетельство об участии во всемирной акции по проверке грамотности. Узнать свои результаты можно будет после 12 апреля. В Десногорской детской библиотеке завершилась неделя книги – интеллектуальным турниром «Эко-я, эко-мы, эко-мир». На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Все подробности в сюжете. В турнире приняли участие семь команд юных читателей библиотеки. Игра состояла из пяти туров. Ребятам пришлось отвечать на вопросы экологической направленности, которые касались животных, птиц, окружающей среды, что в полной мере соответствовало названию турнира. Формат немного новый для нас, проведение такого мероприятия. Поэтому мы ожидаем, что детям понравится, что они заинтересуются. Конечно, они много знают, кстати, по экологии, но заинтересуются еще больше. И им понравится такой молодежный, современный подход к турнирам. Игра вызвала большой интерес у участников. В зале то и дело звучал смех и веселый возглас и ребят. Зал замирал в ожидании правильных ответов на вопросы. И когда ответ был верным, эмоции выплескивались через край. Несмотря на то, что победителем турнира стала лишь одна команда «Росток», счастливыми были абсолютно все. Каждый участник получил в подарок коробку конфет и сертификат. Ребята из команды-победительницы по хорошей книге. Руководители команд – благодарственные письма. Этим турниром завершилась декада экологических мероприятий недели детской книги под названием «Семь страниц про зверей и птиц». Пройти обследование у всех врачей-специалистов за один день. Это возможно благодаря работе Смоленского поезда здоровья, который 7 апреля возобновил выезд по региону. Два передвижных медицинских комплекса, клиника-диагностическая лаборатория, профессиональная консультация всех основных врачей-специалистов. Невролог, врач, УЗИ, гинеколог, офтальмолог, терапевты. К ним и к другим докторам за день попало более 200 смолян. В этом году поезд здоровья Смоленщины посетит каждый район области. 11 апреля в 11.00 в здании администрации состоится семинар с представителями малого и среднего бизнеса города Десногорска. По вопросам новый порядок применения контрольно-кассовой техники, модернизация касс под новый федеральный закон и другое. Принять участие могут все желающие. Все подробности по телефонам, которые вы видите на экране телевизора. А сейчас криминальные новости. Труп Смолянки почти сутки пролежал у кабинета врача, к которому она хотела попасть на прием. Эта странная история произошла в Гагаринской центральной районной больнице, где накануне под дверью кабинета невролога обнаружили тело 50-летней женщины. Труп был найден рано утром на следующий день. Родственники подали заявление в Следственный комитет по поводу халатного отношения врачей. По факту ведется проверка. В Смоленске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Запрещенные вещества он продавал через систему так называемых закладок. 22-летний житель Смоленской области лично изготавливал синтетический наркотик в съемной квартире. У него изъяли около 20 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. В квартире также были обнаружены приборы и реактивы, предназначенные для приготовления наркотиков, а также 700 разовых доз вещества. Подозреваемый признался, что сбывал изготовленные им наркотики, оставляя закладки в заранее оговоренных с клиентами местах. За это Смоленину теперь грозит пожизненное заключение. Десногорский мужчина незаконно получал пенсию умершей матери. Мошенничество выявили сотрудники пенсионного фонда. Неоднократно судимый мужчина незаконно снял с банковской карты своей умершей матери 10 тысяч рублей. После ее смерти он продолжал получать ее пенсию. Информация о ее смерти поступила в соответствующие органы поздно, поэтому деньги продолжали начисляться. По факту возбуждено уголовное дело. О том, что еще произошло в Десногорске за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 118 сообщений о происшествиях. Из них два сообщения о преступлении. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 110 административных правонарушений, в том числе 88 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 19 человек. И в завершении выпуска новости спорта. Десногорские спортсмены, занимающиеся силовым троеборьем, активно принимают участие в соревнованиях и занимают призовые места. Об их достижениях в нашем следующем сюжете. Второй год подряд на базе сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации «Смоленская АЭС» ведет свою работу клуб «Самсон». В зале под руководством двух инструкторов занимаются 90 человек. Как говорят в народе, потаскать железо приходят не только мужчины, но и женщины. Людмила Вильчанская и Татьяна Кузютичева занимаются в тренажерном зале около трех лет. Для обеих девушек хобби превратилось в смысл жизни настолько, что они даже стали участницами чемпионата Москвы по бодибилдингу и фитнесу. Я не стремилась к каким-то призовым местам абсолютно, тем более для первого сезона. Фитнес-бикини как бы и бодибилдинг я считаю таким спортом как бы конкурс красоты больше, потому что это не тот спорт, где сильнее, выше, кто сильнее, кто выше и тому подобное. Это больше конкурс красоты и я пошла, как бы себе выстроила цель и план. Это только для мотивации, чтобы не погаснуть. Знакомство вообще с этим видом сорта началось года три назад. И я смотрела на этих спортсменок, ну вот как-то мне казалось, я далека от них. Обе девушки тренируются под руководством московского тренера Екатерины Красавиной. И победа для них не главная. Главный результат в работе над красотой своего тела. А вот Виталий Коненков занимается пауэрлифтингом уже 13 лет. Это его любимый вид спорта. После нескольких лет передышки он немного потерял свою форму. А сейчас решил возобновить занятие и уже есть видимые результаты. 25 марта он принял участие в чемпионате России по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа в городе Долгопрудный и занял третье место в своей категории. В планах подготовка на осень. Специально распланировал себе тренировки до самой осени. Время есть. Буду набирать свою прежнюю силу, максимальные результаты свои для того, чтобы успешно выступить, стать первым. В планах у всех спортсменов клуба «Самсон» работа над собой и победа в турнирах и чемпионатах. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.